День медицинского работника – праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер и младшего персонала. Первый регион насчитывает почти 44 тысячи человек, задействованных в сфере здравоохранения. Из них 7 тысяч врачей и 17,5 тысяч медицинских сестер. Все они стоят на страже нашего здоровья и дарят пациентам доброту, заботу и понимание. Сегодня здравоохранение Брещины стремительно развивается. Переоснащаются медицинские учреждения, осваиваются новые методы лечения. В год качества качество отечественной медицины только повышается. Главой государства уделяется особое внимание именно системе здравоохранения. Буквально за несколько лет при поддержке губернатора мы дошли до каждого фельдшерского пункта, до каждой больницы сестринского ухода, до каждой поликлиники больницы. Есть также планы и дальнейшего реорганизации, реконструкции, проведения текущих капитальных ремонтов. Потому что здоровье человека – это самое главное, что не на если. То, что глава государства ставит задачу, чтобы мы обеспечили очень хороший комплекс услуг именно по здравоохранению. Чтобы любой гражданин мог прийти в поликлинику и получать нужную консультацию. Иногда даже посещая участкового врача, даже просто поговорить с врачом, где-то проконсультироваться, посоветоваться. И это уже является определенным таким позывом, чтобы получить хорошее здоровье и хорошее настроение. Буквально в конце прошлого года мы также переоборудовали и получили новое совершенно оборудование в наши ключевые больницы. Получили автомобильные средства передвижения для наших участковых врачей. Поэтому эта работа будет и в дальнейшем проделана и продолжена. Потому что время выбрало нас, а соответственно в свое время время выбрало именно систему здравоохранения. Мы видим реальное движение вперед. То, что стабильно развивается здравоохранение. Выделяются большие деньги на материально-техническую базу. Сперва мы по прошлому году проработали по районам. Это ФАПы, участковые больницы, больницы Сестринского ухода. Сейчас переходим на центральные районные больницы, областные больницы. И это постепенно мы все приведем, все здравоохранение, материально-техническую базу к тем нормам, которые должны сегодня в мире быть. За прошлый год из 344 ФАПов отремонтировано 208. Остальные тоже идут в текущие ремонты, но они не требовали каких-то больших вложений. И поэтому по этому году мы еще пошли по установке модульных ФАПов. Запланировано 7 модульных ФАПов, которые Брестжилстрою. Первый устанавливали сейчас в Кобрине. Потом будет установлено 2 Иванова, 1 Вовацевичи, Дрогичин, Ганцевичи и вот еще один тоже просили на Барановича. Торжественное мероприятие чествования медицинских работников Брестской области прошло во Дворце культуры профсоюзов. За многолетний добросовестный труд в присутствии коллег руководства области, рыцарей в белых халатах получили грамоты, благодарственные письма и дипломы Министерства здравоохранения, Брестских областного и городского исполнительных комитетов Федерации профсоюзов Беларуси. В 2006 году я окончила Белорусский государственный медицинский университет, затем была врачом-педиатром участковым Брестской детской городской поликлиники номер 1, затем врачом-педиатром приемного отделения и вот последние 7 лет заведующая приемным отделением. Мы осуществляем прием оказания помощи детям Бреста, Брестского района и Брестской области, госпитализируем, оказываем необходимую помощь, как и у любого доктора. В областном диспансере я работаю практически с интернатурой уже 24 года. Как пришла на интернатуре после окончания Гродненского медуниверситета, осталась, работаю. Я длительное время работала заместителем главного врача по медицинской части, в общем-то и организовывала всю медицинскую деятельность в нашем диспансере. Вот уже больше года работаю главным врачом этого учреждения. За эти 24 года, да, действительно, и лицо психиатрии поменялось. Я думаю, что стало менее травматично идти к психиатру. Все знают, кто такие врачи-психотерапевты, все знают, кто такие психологи, да. И любой из нас может обратиться, получить эту помощь. Грамотность населения выросла в этом отношении. И это важно, правильно, потому что рост психических расстройств, он во всем мире достаточно интенсивный и высокий. Работников медицинской сферы поздравил председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский. Он отметил важность и сложность работы героев в белых халатах, а также поблагодарил медиков за преданность своему телу и заботу о здоровье жителей Брещины. Для меня, наверное, очень отрадно, что сегодняшнее мероприятие проходит именно в Бресте. Здесь собрались все медики нашей Брещины любимой. Наверное, надо сказать, что все мы разные, но объединяет нас одно – любимая Брещина. И работая в системе здравоохранения, невозможно, наверное, там работать, если ты не любишь тем, чем ты сегодня занимаешься. Мне искренне хочется сказать, что за всеми вами, за вашими руками, коллективами стоят простые люди, которые каждый день на своем боевом посту борются за здоровье наших людей. Поздравили медиков и лучшие творческие коллективы Первого региона. Они подарили виновникам торжества чудесные концертные номера и возможность ненадолго отдохнуть от больничной суеты и побыть рядом вместе с друзьями и близкими. Идем на пути, люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах. Вот, Санянску, идем на пути. Василина Пуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.